Привет с вас, друзья! Сегодня мы поговорим по возрождении дивизии. Есть тенденции. Я уже говорил, что на патч 1.7 много надежд. На конференцию в Нью-Касселе, которая была в конце мая, тоже было много надежд. В итоге это выливается именно в позитивные факторы. Я сегодня вам расскажу, почему идет возрождение дивизии и какие, конечно, позитивные и негативные стороны предстоят дивизии. Но, я еще раз говорю, 1.7 патч может стать как 1.4 в свое время дивизии. Если кто не застал 1.4, это патч, когда вышел, он воскресил дивизию, которая стояла одной ногой в могиле. После достаточно нелепых патчей 1.6 и 1.6.0.1, я думаю, вот этот патч может опять поднять дивизию на новый уровень. И я начну с онлайна, продолжу контентом и потом поговорю именно по поводу негативных и позитивных факторов. Чтобы вам не было скучно, я пробегусь по паре боссов. Я думаю, за это время я успею все рассказать. Давайте начнем непосредственно с онлайна. На данный момент в Uplay, я подчеркну, в Uplay проходят скидки. Скидки 60%, но это еще не все, потому что в Uplay, не в стиме, проходят бесплатные выходные. Я такого не помню, чтобы... Я помню, что проходили бесплатные выходные в стиме, но в Uplay уж точно. Тем самым Ubisoft планирует расширить свою аудиторию непосредственно именно в Uplay. То есть они отходят все больше и больше, как я понимаю, от стима, более независимую, скажем так, политику. Но тем самым, конечно, вот лично, как мне, как статисту, да, скажем так, человек, который занимается статистикой, все труднее будет находить примерно онлайн. На данный момент, ну, для кого не секрет, что именно дивизии и, там, Ghost Recon Wildlands 70 на 30. 70% аудитории это Uplay и только 30% Steam. Вот. Поэтому, вот, когда вы смотрите сейчас, грубо говоря, текущее положение, там, 4,5 тысячи человек играет через Steam, вы можете примерно прикинуть, это в районе, там, 13-14 тысяч непосредственно онлайна. Речь идет сейчас только о ПК. Так вот, пройдем дальше. Так вот, тем самым, благодаря этим бесплатным выходным, очень неплохо растет онлайн, ну, сообщество. И он действительно вырастет, но в Uplay, да, еще раз говорю, будет труднее статистику, но, боюсь, это процентное соотношение вообще уйдет в 20 на 80. Вот. Плюс идут 60% скидки на весь контент, имеется в виду именно дивизии. Это очень большие. Плюс там еще есть дополнительная валюта Uplay, которая еще дает дополнительно, по-моему, до 10% скидки. Ну, сами понимаете, купить игру в Steam за полторы тысячи, либо купить игру в Uplay за, там, грубо говоря, 500 рублей, да, разница просто очевидна. Так вот, значит, у нас увеличивается количество игроков через Uplay. И, я думаю, достаточно существенно. Думаю, процентов на 50 оно поднимется. Да, ненадолгий период, но если сейчас где-то в районе, в пик 6, там, 6,5 тысяч идет онлайн в Steam, да, то в Uplay это в районе, там, грубо говоря, 13 тысяч в пик. Это в пик непосредственно выходные, и где-то в районе, наверное, 9-10 тысяч, это в обычные дни. Вот. Тем самым у нас может онлайн вырасти, опять же, речь идет про ПК, только в Uplay где-то до 25 тысяч. Ну, в районе того. Вот. Все это, конечно, там, плюс-минус. Так вот, значит, у нас проходят бесплатные выходные еще в течение двух дней. Вот. Плюс скидки, как я говорил, но это еще не все. Далее они замахнулись, я имею в виду Ubisoft, далее идут в Steam скидки. Они начнутся после E3, а именно 22 июня. Они продлятся 10 дней. Или в районе того, там, плюс-минус, по-моему, чуть даже больше. Может, даже две недели. Вот. Там, скорее всего, также будут на дивизию скидки. И вполне возможно около 50, может быть, даже ниже процентов бывает Steam очень хорошие скидки, там, до 75 делает. Может быть, и так сделает. Тем самым цена и в Steam будет достаточно низка на дивизию, и опять пойдет увеличение онлайна. Это после бесплатных выходных в Uplay, плюс скидок в Uplay. Еще и прям буквально через неделю стартуют скидки в Steam в течение двух недель. Тем самым у нас аудитория в ПК, я опять же подчеркну, может увеличиться достаточно существенно. Если сейчас она, как я говорил, где-то в пик, если брать на всех платформах, то в районе 18 тысяч, это в самый лучший момент. То после вот этих трех недель, непосредственно скидок и так далее и тому подобное, я думаю, ну, онлайн может увеличиваться минимум, минимум вдвое. Может быть, где-то там процентов, может, даже больше. Потому что бывали моменты, когда проходили там скидки и так далее, и так далее. И онлайн очень хорошо поднимался там, особенно после бесплатных выходных. Так вот, может даже будет там уже не 18 тысяч, грубо говоря, а в районе там 45-50 тысяч. Ну, это понятно на обоих платформах. Тем самым у нас к 1.7 подходит достаточно большая аудитория. Да, понятное дело, что 50% из этой аудитории это игроки молодые, которые только начинают игру. Да, и им будет интересно там проходить игру непосредственно месяца-два. Вот, потом они начнут уставать от нее, да, как большинство игроков, которые ушли. Но в 1.7 у нас планируется новая система достижений. Да, я уже говорил об этом на стриме и повторюсь тут. То есть у нас будет Феникса давать за какие-то там выполнения. Плюс у нас над никами появятся всевозможные ваши там, грубо говоря, убийцы в темной зоне, да. Ну, это я от балды сейчас говорю. Плюс появится альтернативная валюта Реалу. Как предполагается, возможно, это предположение неверно. Но появится, что точно новая шестая валюта, это факт. А вот что она будет давать, возможно, это именно будет альтернатива реальным деньгам, что позитивно, на мой взгляд, воспринят сама аудитория дивизии. Потому что не надо будет вкладывать, просто надо немного позаморачиваться. Плюс переделывают непосредственно у нас миссии, да. Там есть миссии, где вам надо задание там, например, непосредственно убить только в голову и так далее и тому подобное. То есть переосмысливают саму систему ПВЕ-миссий. Плюс, еще раз говорю, за это вводят новую валюту. И валюта, она, как я понял, будет особенно поначалу, как в свое время, вы помните, фениксы были очень дорогие, очень редкие. И все за ними гнались. Вот на данный момент, я думаю, с этой валютой будет все абсолютно то же самое. Плюс, конечно же, как я увидел, не будут повышать гир. С какой-то стороны это правильно, с какой-то стороны это неправильно. Потому что игроки некоторые крайне так агрессивно относятся к повышению гиру. Это примерно 50 на 50. А тут, наоборот, видят в этом положительный момент. Я нейтрально отношусь к этому абсолютно. То есть повысить, ну что делать. Вот. И в этой всей концепции, то есть 1.7 у нас переосмысление ПВЕ-миссий, плюс система достижений, плюс новая валюта, плюс два новых комплекта планируется. По поводу нового оружия информации нет. Вот. Но я думаю, мы все это узнаем достаточно скоро. То есть разработчики все больше и больше открывают завесу тайн, которая была на конференции в конце июня. Вот. Тем самым мы увидим 1.7 немного переосмысленный. Также ходят слухи, опять же, это из разряда слухов, о том, что планируется развести игроков на четыре фракции. Не понимаю, что за четвертая фракция. Одна фракция, я понимаю, это агенты первой волны. Вторая фракция, это, скорее всего, батальон. Третья, чистильщики. А четвертая, вот, честно говоря, я не знаю, какая может быть фракция. Вот. Но это на уровне слухов. Это в американском, на одном американском сайте было опубликовано. И они хотят именно город поделить на зоны влияния. Позитивно ли это отразится в дальнейшем на игре? Абсолютно позитивно. И, притом, они хотят перелопатить систему ПВП. Вот. Как это будет реализовано, не знаю. Но 1.8, правда, этот патч достаточно долго. Это к зиме ближе. Вот. К этому моменту они хотят выпустить самый большой по контенту именно патч. Тем самым у игроков появляется надежда. Плюс в 1.7 происходит достаточно такие кардинальные изменения в плане именно миссии ПВЕ. Плюс можно миссии ПВЕ это будет усложнить. По примеру, туннелей. Вот. Туннели там, где вы можете, когда находитесь, грубо говоря, в группе, можете поставить дополнительные такие негативные факторы, которые усложнят вам процесс. То есть для игроков ПВП вышел патч 1.6, а вот сейчас они как бы делают замах в сторону ПВЕ игроков, которые, кстати, большинство. Именно 90% примерно. Но при этом надо не забывать, что именно ПВЕ игроки, ПВП, точнее, игроки, они делают разнообразие. И когда ПВЕ игроку надоедает, он часто уходит в ПВП. Вот. Тем самым и то, и то надо, но все-таки подавляющее число игроков играет в ПВЕ. И то, что они занялись именно ПВЕ миссиями, плюс у нас открывается новый магазин, да, еще раз говорю, усложняется прохождение миссий, плюс появляется новая валюта, плюс появляются требования к прохождению миссий. Возможно, это все достаточно позитивно повлияет на игру в целом. Плюс, еще раз, как я до этого говорил, это все позитивные факторы в плане чего? Что если мы все это перелопатим, у нас идет вот эти скидки и так далее и тому подобное. Тем самым аудитория, да, то есть будет у этого проекта. Плюс, не забывайте, что 1.7, какой бы он ни вышел, но, как сейчас я могу представить, он будет интересный. То есть не то, что 1.6 патчей. Он вернет какое-то количество игроков, которые ушли до этого. Ну, понятное дело, небольшой достаточно процент, но, допустим, когда вышел патч 1.4, да, то он вернул 30% игроков. Это не моя статистика, это официальная статистика Ubisoft. Ладно, если даже она немного преувеличена, да, но они любят преувеличивать, то получается, что, ну, грубо говоря, 20%. А это очень большая аудитория. Тогда патч у нас 1.7 планируется на ПТС-сервере, ну, как всегда, в районе, наверное, это будет июль, то есть где-то через, думаю, недели три, потому что уже появляется видео, статистика, то есть они готовят игроков непосредственно к ПТСу, да. На ПТСе это будет в течение месяца, не больше. И после ПТСа, вот, в августе выходит патч 1.7. Плюс они анонсировали, что патч 1.8 выйдет к зиме. Значит, три месяца. Если учесть, что у нас от 1.6 прошел февраль, март, апрель, май, уже четыре месяца, то не так и долго, особенно если учесть, что у нас аудитория, я имею в виду в дивизии, достаточно такая терпеливая, как выяснилось. И еще раз говорю, к 1.7, вот, текущие факторы, это ближайший месяц-полтора, достаточно большое будет увеличение игроков, благодаря скидкам Uplay, бесплатным выходным, плюс скидкам Стима, плюс хорошее ожидание от патча в целом. Также, еще раз говорю, гироповышение, по крайней мере, я не видел, даже на видео, которое выкладывали самые разработчики на своем стриме, там этого не было. Там был 256-й гир. То есть у нас все больше и больше опасений отходит, тем самым у нас ожидания появляются, и игроки, которые негативно сейчас воспринимают игру, потому что нету контента, вот, они будут, конечно, так, смотрите, и с ожиданием, что, возможно, все изменится в лучшую сторону, как-то и обычные игроки так же этого хотят. Тем самым, у нас есть, конечно, и негативные стороны, все очень растянуто, контента все равно не хватает, но вот эти позитивные стороны, они могут реально дивизию вернуть на уровень, по крайней мере, патча 1.4, а уровень тогда был очень даже ничего. Тем самым, у них есть время и задел перейти к патчу 1.8, который, еще раз говорю, планируют как самый большой патч в игре. Вот такая информация, сухие факты, я очень много апеллирую статистикой, извините, просто переживаю за игру, и я думаю, вы, особенно подписчики мои, тоже переживаете, потому что эта игра уникальна. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу. Всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!